МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маков Александр Евгеньевич, доктор филологических наук, специализируется в области средневековой культуры, демонологии, истории европейской поэтики, автор книг «Сад демонов», словарь инфернальной мифологии средневековья и возрождения, идея словесной музыки в европейской поэтике, категории и образы средневековой христианской демонологии, средневековый образ между теологией и риторикой, опыт толкования европейской визуальной демонологии и более ста статей и монографий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Вчера мы с вами остановились, как вы помните, на льве. И речь шла как раз о том, как вот эти отдельные черты львиной физиогномики, а львиная физиогномика – это физиогномика гнева, как они переносятся, собственно, на демона, и переносятся ли они вообще. Ну вот я говорил о том, что одна из формул, визуальных формул гнева на визуальном средневековом языке – это вот такая лежащая восьмерка губ. Эта восьмерка передает как бы вот это трепетание губ, трепетание губ, которые от гнева становятся неровными, трепетными, изогнутыми. И вот точно такую же визуальную формулу мы видим на этом изображении дьявола из французского часослова, созданного на рубеже XIV-XV веков. Ну вот это адская сцена, дьявол крутит колесо с душами, естественно, он их мучает, эти души, естественно, он гневается. Он не похож, конечно, на льва, он совсем не похож на льва. Но мы видим у него эту львиную черту, вот эту лежащую восьмерку губ. Его губы искривлены, его губы трепещут. Но непревзойденная по выразительности восьмерка губ является атрибутом вот этого демона. Это демона с той самой картинки итальянской, где изображена Мадонна, приходящая на помощь к ребенку. Из картинки Франческу Миланцио. Богоматерь отобрала у демона его добычу. Отобрала ребенка, которого он считал уже своим. И она замахивается, как вы помните, палкой на этого демона. Демон, разумеется, огорчен. Он разгневан, удручен, он предчувствует недоброе. Его губы искривлены в эту лежащую восьмерку, в эту фигуру гнева. Лоб нахмурен очень характерным образом, точно так же, как он у льва бывает нахмурен. И главное, у него торчат волосы. Торчат волосы точно, как в описании физиогномики гнева у Вольфария Монтекасинского. А там торчащие дыбом волосы трактуются как одно из, как один из атрибутов, визуальных атрибутов гнева. Но я говорил о том, что когда лев изображается в профиль, то эта восьмерка губ превращается в некую вот такую петлю. Вот эта петля переходит к демону. Она переходит к демону. Мы видим эту миниатюру из Энгиборгской псалтери XII века, на которой изображено заключение договора между монахом-теофилом и дьяволом. Вот он держит руки монаха в характерном жесте, который на средневековом ритуальном языке жестов означал заключение договора между сюзереном и вассалом. Это так называемое иммикстиоманум – смешение рук. Дьявол держит текст договора, но при этом он имеет вот эту вот характерную петлю на лице, которая является атрибутом гнева в данном случае. И которая становится, конечно, просто атрибутом, такой неподвижной частью дьявольского лица. Вот еще один характерный пример, где сопоставлено лицо демона и лицо человека. Это фрагмент витража из парижской святой капеллы Сен-Шапель, где изображается, как демоны похищают стада Иува. И вот один из этих демонов сопоставлен с человеком. Мы видим здесь визуальную антитезу на самом деле. Вот человеческое лицо и лицо дьявола. И художник хочет показать, как они не похожи на самом деле. Вот я уже говорил на прошлой лекции о том, что антитеза – самая главная и любимая фигура средних веков, что весь мир устроен по законам антитезы. Вот здесь мы видим эту антитезу и на уровне физиогномики. Лицо человека спокойно, рот его закрыт, а лицо демона искажено вот в эту вот характерную восьмерку. То же самое мы видим на капителе из собора Вотене во Франции, капителе XII века, где изображается демон, искушающий Христа. Это первое искушение Христа. Опять же, вот характерная восьмерка губ, которая перекочевала к демону из иконографии льва. И, наконец, знаменитые барельефы собора Ворвьета, изображающие Страшный суд. Одна из самых сильных, пожалуй, в средневековой культуре сцен. На этот очень распространенный сюжет. Демоны тащат в ад грешников. Вот на этом барельефе XIV века мы опять же видим, как искривлены, как дрожат губы демонов, как образуют они вот эту фигуру визуальную, которая передает идею гнева. И так нам пришлось очень хорошо вглядеться вот в этих демонов и в этих львов, чтобы найти у них львиную черту. Возможно, лев наградил демона только вот этими вот трепещущими губами, вот этим физиогномическим символом гнева. Больше никакого сходства нет. Но ведь нам надо понимать, как вообще работал средневековый мастер. Он не стремился передать сходство демона со львом, сходство демона с пантерой, с какой-нибудь. Он брал отдельные черты этих животных, которые имеют семиотическую нагруженность, которые имеют смысл. Чтобы передать идею гнева, он убрал эти львиные губы. Чтобы передать идею, скажем, коварства, он мог брать какие-то черты дракона или змея и так далее, и так далее. Вот так возникало гетерогенное, композитное, такое сложно смешанное изображение дьявола, в котором сочетаются черты самых разных животных. Но поскольку мы перешли к кошачьим, два слова, наверное, надо мне сказать о кошке, хотя сказать о ней почти нечего. Если я не ошибаюсь, кошка в Библии ни разу не упоминается. И именно поэтому средневековая культура не особенно разрабатывает ее семиотику. Все-таки главные слова в языке Бога это те вещи, которые упомянуты в Библии, а не просто все вещи подряд. И все-таки есть глава о кошке, любопытная глава в грандиозном своде естественно-научных знаний XII века в так называемой «Книге тонкостей различных естественных творений», которую написала немецкая монахиня Хильдегарда Бингенская. И вот из нее мы узнаем, как средневековый человек воспринимал кошку. Образ кота, который мы извлекаем отсюда, скажем прямо, не очень привлекательен. Кошка, как сообщает Хильдегарда, имеет некую естественную связь с жабой и змеей. В летние месяцы, когда жарко, кот испытывает жажду и лижет жаб или змей, поскольку их соками он восстанавливает свои соки. И освежается, когда лижет жаб или змей. Иначе же жить он не может. И без жаб и змей он погибнет. Но от этого сока кошка внутри становится ядовитой. Так что ядовитый у нее и мозг, и тело. Мрачная картина, да? И действительно, кот появляется в некоторых текстах, ну, в частности, в текстах, описывающих экзорцизмы. В частности, он появляется в житии святого Доминика, в знаменитом своде житийных текстов, в так называемой «золотой легенде», которую составил в XIII веке Яков Ворогинский. Это один из самых влиятельных средневековых текстов. И вот здесь текстов, связанных с житиями святых. Мы читаем здесь о том, как святой Доминик изгнал духа заблуждения из толпы еретичек, которые бросились к нему и попросили его избавить их от дьявола. И вот святой Доминик молится за них, и вдруг из толпы вот этих женщин появляется сам дух заблуждения. Он выпрыгивает из толпы в виде безобразнейшего кота, размером с большую собаку. И имел он, как пишет Яков Ворогинский, огромные горящие глаза, длинный и окровавленный язык, свисающий до самого пупа. Хвост же у него был короткий и поднятый наверх. Повертевшись перед этими женщинами, кот вдруг исчезает, забравшись по веревке колокола на колокольню, оставив после себя омерзительные следы, как добавляет Яков Ворогинский. Когда еретички видят вот этого своего господина во всей карасе, они, естественно, обращаются в христианскую веру. Вот любопытная тут черта – язык, свисающий до пупа. Это очень трудно себе представить. Надо, видимо, предположить, что кот передвигался на задних лапах. Ну, а то, что он спасается бегством по веревке, которая ведет на колокольню, это, конечно, заставляет вспомнить, видимо, его далекого предка, кота-бегемота, который, как вы помните, от группы захвата спасается по водосточной трубе. Очень трудно разглядеть что-то специфически кошачье в визуальном бестиарии, по крайней мере. Кошка остается неуловимой. Она вот от нас как-то ускользает. Зато есть два других животных, принадлежащих тоже к кошачьим. Это леопард и рысь. И вот здесь мы тоже имеем любопытный феномен, когда демонологическая иконография заимствует у животных всего лишь одну черту. Вот именно эти животные, на мой взгляд, позволяют ответить нам на вопрос, почему дьявол иногда изображается пятнистым. Ну вот посмотрим на эту капитель романской церкви 13 века в Сожжоне во Франции. Вот стоит демон с ужасными растрепанными волосами, вот он справа стоит, да, и он весь покрыт пятнами каким-то. Что с ним? Почему он такой пятнистый? Заболел что ли чем-то? Или что с ним произошло? Мне представляется, что вот эти пятна, которые покрывают иногда демона, это маркеры леопарда и рыси. При этом я должен заметить попутно, что вот у нас для леопарда есть еще одно название, да, мы леопарда темной окраски называем пантерой. Вот современная биология, насколько я знаю, их отождествляет, этих животных. Для средневекового человека пантера и леопард абсолютно разные звери. Леопард вообще зверь плохой, негативный, пантера прекрасна и позитивна. Это образ Христа, она нежна со всеми животными, ее единственный враг – это дракон. Почему он враг? Пантера прекрасно пахнет, а дракон не выносит ее прекрасного запаха и бежит от нее. Понятно, что пантера в таком понимании это, конечно, фигура Иисуса Христа. Так вот, леопард негативен. Он очень становится популярным в XII веке и в XIII веке, когда уже нарождается Геральдика. И вот, как пишет французский историк Мишель Пастуро, что что такое леопард для средневекового человека? Это лев, утративший величие. Это полулев, это даже враг льва. Почему такое отношение к леопарду? Главная вина леопарда, в общем-то, в его пятнистости. А к пятнистости средневековый человек и вообще средневековая культура относилась с большим подозрением. Пятнистость – это запятнанность. И пятна леопарда в визуальном языке средних веков становятся фигурами грехов на самом деле. Вот мы читаем у Харабана Мавра, у всего того же автора IX века, который в своем огромном своде о мире оставил нам один из первых бестиариев, самых влиятельных. Что он пишет о леопарде? Леопард – пестрый и наибыстрейший зверь, а также падки на кровь. Мистически леопард обозначает дьявола, исполненного различных грехов, осыпанного пятнами злодеяний. Тоже барс – это антихрист, покрытый пестротой злодейства. Итак, пятна – это пятна грехов. Они символизируют многообразие греха и такую полную, что ли, покрытость демона и дьявола вот этими грехами. В том же духе понимает барса, итальянский автор XI века Петр Демиан. Барс – это тот, кто пестр от пятен своих грехов. Рысь, которая воспринимается как разновидность волка, на самом деле, в средневековых бестиариях, но она сближается и с леопардом, поскольку она тоже пятниста. И рысь тоже в силу этой пятнистости воспринимается как нечто негативное. Она, как пишет Храбан, обозначает тип завистливых и коварных людей. Итак, иконографический признак барса, леопарда или рыси – это вот эти пятна. Они воспринимаются как символически. Это пятна греха. Ну вот мы видим, скажем, изображение рыси в Болонье. Это фрагмент деревянного потолка скриптория. То есть место, где монахи писали свои рукописи. Вот мы видим эту рысь, и вот она покрыта характерными пятнами. Разновидность этих пятен мы видим на изображении рыси из знаменитого бестиария Эшмула, один из самых красивых бестиариев английских. Вот мы видим, что пятна здесь усложнены, что они представляют собой такие кружочки, которые имеют внутри точечку. Вот мы сейчас еще обратим внимание на эту особенность, когда перейдем к демонам. Лишь изредка вот эта пятнистость сочетается с какими-то другими признаками кошачьих, когда она переносится на демонов. Вот посмотрите на этого демона из страшного суда Фра Анджелико, великого итальянского художника, уже такого раннего Ренессанса. Он покрыт пятнами, и при этом у него совершенно кошачий глаз, желтый с узким черным зрачком. Это какое-то кошачье, безусловно. Чаще же вот эти пятна переносятся на демона без других признаков кошачьисти. Без других признаков. Но пятна – это отчетливо опознаваемые рысьи пятна. Вот верховный дьявол на знаменитой фреске, страшный суд, на пизанском кладбище Кампа-Санта. К сожалению, большая часть этого грандиозного цикла фреского была уничтожена американцами во время варварских бомбардировок, во время Второй мировой войны. Но вот страшный суд сохранился. И как вы видите, на этом демоне именно такие пятна, которые мы видели на рысе из бестиария Эшмала. Вот такие кружочки с точкой внутри. Это, безусловно, рыси или леопардовые пятна, и передают они символическую идею вот этой запятнанности грехами. При этом вот эта кошачья часть больше никак не выражена, безусловно. Скорее выражена принадлежность к неким копытным. Мы видим, что этот дьявол уничтожен рогами. И вот здесь мы переходим к такому важнейшему вопросу, к вопросу о рогах. Собственно говоря, что за рога у дьявола? Чьими рогами он себя украсил? Это, наверное, самый известный, самый знаменитый атрибут дьявола. Вот эти рога. Вот мы видим демона с алтарного образа нидерландского художника Герарда Давида. У него можно насчитать ну уж точно не меньше пяти рогов. А если учесть, что два рога еще и разветвляются, то их, наверное, штук семь. Вот так он украсил себя вот этот демон. В эпоху раннего Средневековья эти рога очень часто сочетаются с другой чертой, о которой я уже говорил, вот эти вздыбленные вверх волосы. Вот на этой сцене битвы ангелов с демонами из штамхеймского Мессала, это памятник 12 века, мы видим внизу двух демонов, которые как бы посягают, да, посягают на архангела Михаила. Но один из них имеет рога, а другой имеет вот эти характерные вздыбленные волосы. В какой-то момент вздыбленных волос у демона становится все меньше, и они появляются все реже, а рога становится его основным иконографическим признаком. Причем в какой-то момент даже возникает и мода на лысых демонов. Вот, скажем, на знаменитых фресках Луки Синьорелли, Варвьета все демоны лысые. Так что же это за рога? У каких, собственно, животных дьявол заимствовал свои рога? И вот здесь мы должны отдать первенство животному, которое, с нашей точки зрения, кажется очень мирным и спокойным. Это животное телец. А дело все в том, что телец в крайне негативном контексте назван в очень влиятельном тексте библейском, в 21-м псалме, где автор псалма, ну, допустим, что это царь Давид, перечисляет обступивших его врагов, которое имеет, как бы, вид животных, да, обозначает он этих врагов именами животных, метафорически, и среди этих животных фигурируют тельцы. Вот эта знаменитая фраза, которая определила облик дьявола на очень многих изображениях. «Тучные тельцы окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий, добыча и рыкающий». Так вот, телец – это очень мирное, видимо, животное, превращен в подобие льва. Он демонизирован. А если учесть, что весь этот псалом, 21-й, воспринят как иносказание о мучителях Христа, то понятно, что и телец здесь воспринимается как враг Христа. И на многих средневековых иллюстрациях вот к этому псалму мы видим, что Христос окружен тельцами, фланкирован тельцами. Они с двух сторон его, вот они обступили его. Может показаться, что это такая очень милая сцена, но вот такие дружелюбные вполне тельцы как бы заигрываются Иисусом, кладут ему, так сказать, лапы на колени, что это мирная сцена. На самом деле это изображение врагов, изображение демонов в обличии телеца, которые окружили Христа, это его враги страшные, и они угрожают ему. Эта сцена имеет весьма негативный смысл. А что же говорит о тельце в бестиарии? Здесь мы опять сталкиваемся с эффектом, когда средневековье совсем иначе понимает животное, не так, как мы. Телец представляется действительно крайне агрессивным и опасным животным. И мы это видим из текста того же Храбана Мавра. Признаки тельцов. Рыжий цвет, быстрота, шерсть, торчащая в разные стороны. Голову они поворачивают легко, куда хотят. Отличаются дикой свирепостью. При этом Храбан еще и отмечает, что тельцы могут обозначать уже на семиотическом уровне, это уже переход от биологии к семиотике, обозначать князей мира сего рогами гордыни, тревожащих простых людей. И вот появляется очень важное, ключевое выражение – рог гордыни. Рога тельца – это рога гордыни. Скорее всего, это выражение вводит в оборот Августин в своем комментарии на 17-й псалом, где упоминается рог спасения. И смысл рассуждения Августина такой. Вот я, Господи, против Тебя воздвигаю рог гордыни, а Ты протягиваешь мне свой рог спасения. Но важно, что Августин вводит это выражение. Это выражение дальше комментаторами применяется к тельцу, и оказывается, что рога гордыни – это именно рога тельцов. Как пишет автор XII века Руберта С. Дойца, демоны поднятыми рогами гордыни восстают против мощи неба. Вот эта сама поднятость рогов воспринимается как такой жест агрессии, жест агрессии, который направлен против самого неба. Итак, рога гордыни подняты к небесам, как оружие, и, что забавно, на языке бестиария – это рога вот этих самых мирных тельцов. Мы узнаем эту формулу и на тех изображениях, где телец имеет позитивный смысл. А есть, по крайней мере, два сюжета, где он имеет ярко выраженный позитивный смысл. Во-первых, как атрибут апостола Луки. Вот мы видим здесь на знаменитом Евангелии из Райхенау, это еще X век, вот апостол, над ним парит телец, и у него характерным образом загнуты вот эти рожки и оттопыренные ушки. Это позитивный телец, хороший телец, конечно. Второй сюжет – это сцена Рождества Христова, где, как вы помните, у Исли присутствуют вол и осел. В соответствии со словами пророка Исаии. Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего. Ну, вол, конечно, не телец, но они иконографически никак не различаются. И мы видим его в этих сценах, в сценах Рождества. Вот этот ослик и вот этот вол на немецкой картине XIV века. И вновь мы видим эти загнутые рожки, оттопыренные ушки. А теперь вернемся к изображению, которое я вам уже показывал. Знаменитый дьявол с мозаики флорентийского баптистерия. Страшный, совсем не похожий на тельца, очень усложненный, со всеми этими своими змеями. Но сквозь весь этот ужас проглядывает тельцовая формула. Мы отчетливо видим загнутые рожки, оттопыренные ушки. Вот мирный телец в своем негативном, мрачном обличье, в своей оборотной стороне. Таких примеров очень много. Приведу один очень редкий пример. Это фреска из монастыря аббатства Помпозе в Северной Италии. Того самого монастыря, кстати, где великий музыкант Средневековья, Гвидо Аритина, придумал название нот современных. Вот это Реми Фасоль было придумано именно в этом аббатстве. Но вот эта фреска была создана уже позже. Она относится к XIV веку. И на ней мы видим очень странного, такого совершенно фантастического дьявола. Под ним кипит горшок. Горшок, ну, собственно говоря, это какая-то такая печь, видимо, в которой должны, наверное, вариться грешники. Демон топит. В качестве топлива использует грешника. Он внизу вот там лежит. А над этим горшком, как пузырь, висит, парит вот этот странный дьявол. Странный дьявол, который имеет высунутый язык и во рту имеет еще двух грешников, к тому же, которых он жует. Должен отметить совершенно необыкновенную черту на этом изображении. Грешница справа молитвенно сложила ладони. В тот самый момент, когда дьявол ее жует и поглощает, она продолжает молиться. Это странная черта, потому что с точки зрения средневекового богословия человек, который находится в аду, уже не может раскаиваться. Он находится в окончательном состоянии. Уже ничего хорошего с ним произойти не может. Он не может вернуться к добру. Он может только хулить Бога. А эта грешница даже вот в этот страшный момент продолжает молиться. Ну и главное, конечно, здесь опять же проглядывает телец. Опять те же рожки, загнутые друг к другу. Но вот ушей не видно, одно более-менее видно, а второго нет. Фреска, к сожалению, плохо сохранилась. Но все-таки это, конечно, в основе этого изображения все та же формула телца. Все та же формула телца. И вы, наверное, спросите меня, почему не козел все-таки? С точки зрения нашего представления о дьяволе, дьявол прежде всего козел. И на поздних всех этих изображениях дьявол имеет ярко выраженные козлиные черты. И ведьма поклоняется козлу, и козел несет их на шабаш. Изображений такого рода очень много. Конечно, иногда появляются и козлиные рога на самом деле у дьявола. Безусловно, это не закон какой-то, вот эти телецовые рога. Рога бывают очень разные. Но в целом козел имеет очень сильный позитивный смысл для средневековой культуры. И здесь мы снова сталкиваемся с тем феноменом, что животное воспринимается средневековым человеком совсем не так, как оно воспринимается нами. Для нас козел, ну, что-то такое совсем смешное, обсценное, такое вот, ну, что тут говорить, понятно, да? Для средневекового человека козел – это отчасти Христос. Козел имеет очень сильную христологическую семантику. И во многих трактатах вы прочитаете, что, во-первых, своим острым зрением козел служит фигурой Христа. Вот как козел видит на большом расстоянии охотника, так Христос распознал предателя Иуду. Во-вторых, козел очень быстр, он любит скакать по горам, подниматься к звёздам, так и Христос как бы поднимается, поднимая и нас в то же время, поднимается к небу. Таким образом, козёл имеет очень сильную позитивную окраску. Очень сильную. Вот телец такой сильной позитивной окраски не имеет. Хотя, конечно, козёл тоже амбивалентен. Вот те козлища, о которых говорится в Евангелии от Матфея, да, конечно, это негативные козлы. И этому способствует, кстати, ещё тот факт, что в латыни есть, по крайней мере, два слова, обозначающих козла – капера и хиркуса. И вот эти слова часто воспринимаются как названия разных животных. Вот капер – позитивный козёл, хороший, который как Христос поднимается куда-то по скалам к небесам. А вот этот хиркус – плохой. Плохой негативный козёл, похотливый козёл. И вот переходя к похотливому козлу, мы можем увидеть, как вырабатывается уже в Средние века вот эта идея связи ведьмы. А Средние века ещё не знают такого развитого явления ведьмовства, какое знает уже Европа раннего, нового времени, даже Ренессанса, да. Но вот эта связь, ну, скажем так, на самом деле не ведьма, а женщина и козла, она вырабатывается уже в позднее Средневековье. Вот статуя из собора, украшающая внутреннее пространство собора в бургундском городе Осере. Дама, обнажённая дама, в весьма развратной позе, сидит на таком весёлом, очень возбуждённом козле. Учёные считают, что это аллегория разврата, аллегория похоти. Вот прообраз, прообраз ведьмы. Прообраз ведьмы – это XIV век, всё ещё в этом смысле впереди. Но вот прообраз ведьмы, которая с этим козлом находится уже в некой такой вот символической связи, что ли. Вот мы на этом изображении уже это видим. Но ещё любопытнее, пожалуй, изображение, где вот эта похоть козла, плохого козла, вот этого Хиркуса, приобретает некий богословский символический смысл. Вот посмотрите на эту картинку с центрального портала собора в Страсбурге. Здесь изображён повешенный Иуда. Вот он висит, этот Иуда. На него налезает козёл с каким-то вожделением. Козёл в полной боевой готовности, как вы видите на этой картинке. Козёл, как бы вроде этого Иуду хочет. Он изображён именно похотливый козёл. Что хотел передать средневековый художник? Не хотел же он изобразить козла-некрофила, козла-извращенца. Это была бы уже такая современная идея. Мы не должны так понимать это изображение, как передачу какого-то извращённого, совсем уже такого порока. На самом деле этот козёл, безусловно, символ дьявола. И что хочет передать мастер? Козёл имеет этого Иуду, он обладает им. И эта идея обладания передаётся посредством вот такой слегка эротической, я бы сказал, мизансцены. Похоть здесь переводится в такую богословскую фигуру обладания. Дьявол обладает этим самым плохим человеком, когда-либо рождённым на земле. Но одно из самых странных изображений рогатых мы видим вот на этой картине, которую я уже приводил вчера на лекции, где дьявол почему-то имеет рожки, загнутые назад. И на этих рожках к тому же ещё висят колокольчики. Так вот, что означают эти загнутые рога с точки зрения семиотики демонической? Они означают очень простую вещь. Они означают бессилие дьявола. Рога-то у него есть, но сделать он этими рогами ничего не может. Это соответствует идее средневековой теологии о том, что на самом деле, сколько бы дьявол не творил зла, Бог это зло превращает на пользу. Дьявол ничего не может, на самом деле, сделать против людей, если этого не хочет Бог. Поэтому Лютер называл дьявола святым дьяволом. Парадоксально. И вот эти загнутые назад бессильные рога – это, безусловно, фигура бессилия дьявола. А чтобы подчеркнуть это бессилие, художник повесил на эти рожки ещё и колокольчики. Это колокольчики шута. Это бубенцы, которые висят на шутовской шапке. И вот здесь надо сказать, что это изображение относится к 15 веку. Именно в начале 15 века шуты получают эти бубенчики. Видимо, это была такая новинка, которую художник как раз здесь и передал. Художник не только показывает бессилие дьявола, но ещё и издевается над ним. Показывает, что на самом деле ты просто шут. Ты просто шут. Ненадолго вернёмся к хищнику, к последнему, кажется, хищнику, к медведю. Медведь очень тесно ассоциировался со львом. Хотя бы уже потому, что в Библии они фигурируют в одной очень важной фразе в первой книге царств, где, говорится, приходит лев или медведь и уносит овцу из стада. Значит, медведь такой же опасный хищник, как лев, он тоже фигура дьявола, конечно, безусловно. Причём надо сказать, что для Северной Европы, для кельтского мира, медведь очень долго выступал в роли царя зверей. И если брать общеевропейское пространство, на протяжении какого-то времени лев и медведь боролись за этот титул. Вот медведь – царь зверей или лев. Лев, в конце концов, победил. В конце концов, победил. И это представление о том, что лев – царь зверей, оно формируется в Средневековье и доживает до нашего времени. Бестиарий сообщает о повадках медведя три вещи. Во-первых, медвежата рождаются бесформенными. И мать их вылизывает. И когда она их вылизывает, она придаёт им форму. Так что они становятся собственными медведями, только благодаря вылизыванию матери. Голова медведя слаба, а сила его в чреслах или в лапах. И третье – медведи спариваются не так, как другие звери, а так, как спариваются люди. Как пишет бестиарий, они спариваются лицом друг к другу и сжимая друг друга в объятиях. Вот мы видим, что в медведе тоже есть что-то человеческое, как в ольве. Лев выражает своё настроение, как человек, вот мимикой какой-то. А медведь спаривается, как человек. Но это человеческое не должно нас обманывать. Медведь – всё-таки обличие дьявола. Какое же свойство дьявола выражает медведь? Очень простое. Он выражает глупость дьявола. Вот основное базовое свойство медведя. И вот испанский богослов XIII века, Мартин Леонский, говорит об этом недвусмысленно. Медведь, хотя и силён в лапах и чреслах, но слаб головой. Так и все дурные люди имеют нетвёрдую голову. Во всех легендах, где дьявол является в виде медведя, он несколько комичен. Святые никогда не церемонятся с медведем, дьяволом. Они заставляют его проделывать какие-то работы. Так скажем, когда медведь сожрал мула, на котором святой Амант перевозил какие-то свои пожитки, то Амант тут же этого медведя использовал вместо мула и запряг его в тележку. Медведь поддаётся дрессировке. Да, это мы очень хорошо знаем по изображениям, уже раннесредневековым изображениям, где он кажется довольно дружелюбным. Вот на скульптурном декоре собора святого Мартина в Луке мы видим, как медведь обнимается со свиньёй, с человеком вернее, да, а тут же он весело танцует со свиньёй. Вот они танцуют, взявшись лапами, так сказать, друг за друга. Более того, мы видим на одном манускрипте, в одном манускрипте 12 века сцену, где человек явно учит дрессированного медведя говорить. Вот они обращены ртами друг к другу, а между ними вот такая линия, образованная буквами, да, там А, Б, С, там алфавит написан на этом изображении. И вот понятно, что человек как бы передаёт медведю знание алфавита. Вот все эти признаки дружелюбия медведя, да, какого-то его такого, такой антропоморфности, что ли, они, подчёркиваю, не должны нас обманывать, потому что в конечном итоге для средневекового воображения медведь воплощает не человечность зверя, а скорее звериное начало в человеке. И тоже, конечно, относится и ко льву. Вот его сходство с человеком обманчиво, но он выступает в качестве такой аллегории звериности самого человека, вот какого-то низменного полоста человеческой души. И есть одно замечательное изображение, это капитель храма Спасителя в Неверре во Франции, который относится к XII веку. Замечательное, загадочное изображение. Можно только догадываться о том, что это такое. Мы видим, что на четвереньках стоит человек, на его спине стоит медведь, и при этом человек поднял голову, а медведь ее опустил. И они смотрят в лицо друг друга. Что тут изображено? Может быть, человек видит в медведе себя, а медведь видит себя в человеке? Человек видит в этом медведе как бы свое демоническое начало. А что видит медведь в человеке, конечно, Бог весть. Тем не менее, идея тут в том, что они смотрятся друг в друга как в зеркало. Они стали на какое-то мгновение таким своего рода зеркалом друг для друга. Помимо прочих всех своих бесчисленных недостатков, дьявол еще не культурен попросту. Иначе говоря, он просто дик. И вот есть животное, которое совершенно определенным образом воплощает эту дикость. Это животное кабан или вепрь. Вепрь обозначает дикость князя мира сего, говорит Храбан Мавр. В этом плане вепрь кабан полностью противоположен оленю. Олень – абсолютно позитивное животное. Это воплощение Иисуса Христа. Трудно найти в нем что-то демоническое. Но вот эта негативная символика кабана, она симметрично позитивной символике оленя. И вот эту мысль, такое сравнение кабана как животного совершенно некультурного и с оленем как животным благородным и таким весьма куртуазным, проводят ранние французские трактаты по теории охоты. Они появляются уже в XIV веке. И иногда их пишут рыцари, их пишут даже не клирики, а светские люди. Вот один из таких трактатов написал нормандский рыцарь Анри де Ферьер во второй половине XIV века, где он крайне сурово обходится вот с этим вепрем. Он перечисляет 10 его недостатков, 10 его антихристологических черт. Вот эти черты. Кабан безобразен, черн и щетинист. Он живет во мраке. Он вероломен, гневлив и исполнен двумя зубами, исполнен гордыней. Он сварлив. Он обладает двумя ужасными орудиями, вот этими двумя клыками в пасте. Он никогда не смотрит в небо, но всегда утыкает голову в землю. Роя почву весь день напролет, он думает лишь о земных радостях. Он нечист. Главная радость для него – валяться в грязи. У него кривые ноги. Наконец, он ленив. Наевшись, он мечтает лишь развалиться и спать. В общем, он полный враг Христа. Он самый настоящий дьявол. Ну, визуальная формула кабана – это, конечно же, торчащие сбоку клыки. Иногда к ним добавляется свиной пятачок, вздыбленная шерсть на голове. На этой фреске с изображением страшного суда Джованни Демодены из базилики в Болонии, из главного храма Болонии, мы видим двух демонов. Они стоят на задних ногах, как люди, но у них отчетливо кабанье морда. Мы видим, они орудуют какими-то ужасными щипцами. При этом у них есть и свиное рыло с пятачком, и торчащая шерсть. И главное, конечно, вот главный атрибут кабана – этот клык. Это визитная, можно сказать, карточка вот этого вепря. И последнее, о чем бы я хотел сказать, два слова. Почему вообще вот так много дьявола? Ведь все изображения, которые я приводил, почти все – это либо украшение Библии, либо украшение храма. С нашей точки зрения это странно, что в храме так много изображений дьявола, что в Библии так много изображений дьявола. Не случайно, кстати, очень многие изображения в манускриптах, на фресках изображений дьявола повреждены благочестивыми христианами более поздних эпох. Они исчерканы, иногда штукатурка отбита. Вот людям в постсредневековую эпоху казалось, что дьявола слишком много. Но как объяснить все-таки вот это вот такое обилие изображений дьявола в храме и в Священном Писании? Здесь мы сталкиваемся вот с последним, о чем я хотел вам сказать, с таким парадоксом средневекового мышления, который прекрасно выразил францисканский богослов XIII века святой Бонавентура. Вот вдумайтесь в эти слова. Зло умножает украшенность мира. Это странно для нас. Как зло может умножать красоту мира? А в том-то и дело, что мир представляется, как я уже вам говорил, антитезой. А красота антитезы состоит именно в том, что она состоит из противоположных начал, из добра и зла, из дьявола и бога. Дьявол таким образом часть антитезы. Без него невозможно. Это прекрасная фигура риторическая. Поэтому и дьявол в храме не оскорблял средневекового человека. И не казался ему странным. Вот как пишет уже последняя моя цитата ирландский философ IX века Иоанн Скотт и Регена, «В храме безобразие небезобразно, зло не вредит, заблуждение не заблуждается, а злобность нечистых духов не оскверняет ее красоту, но поистину ее преумножает. Красота возникает лишь из соединения противоположного». Итак, мы выбрали лишь один пласт средневековой образности, вот эту демоническую образность. Но не будем забывать, что этот пласт не мыслится как самостоятельный. Это лишь один из голосов в общем многоголосии мира. Нет случайности в том, что средневековье изобрело многоголосную музыку, музыка, которая основана на принципе соединения противоположного. И вот визуальная культура средневековья это тоже многоголосие. И сегодня мы проследили лишь за одним из голосов, который и составляет эту визуальную музыку. Спасибо за внимание. Борисова Светлана, РГГУ. Александр Евгеньевич, у меня к вам такой вопрос. Вот с переходом из средневековья к новому времени что-то происходит с бестиарием? Как-то меняются принципы изображения животных, их семиотика, или просто это все уходит в прошлое? Нет, разумеется, очень многое меняется. И вообще это только один пласт значения животных. Но, скажем, уже вот есть такой знаменитый памятник средневековый «Бестиария любви» Ришара де Фурневале, написанная французским. Авторам, кажется, это 13-е, начало 14-го века, точно не помню. Вот там намечается уже переосмысление вот этих черт в куртуазном плане. Вот вся эта символика, которая здесь имеет демоническую, какую-то мрачную специфику, она переосмысляется в рамках куртуазной культуры, культуры отношения дамы и рысаря. То есть это уже новое совершенно явление, которое предовосхищает и дальнейшее. Вот всю эту куртуазную бестиарность уже нового времени. В новое время уже в 16-м веке возникает особое совершенно искусство эмблематики, возникает жанр эмблемы, где соединяются тексты и изображения, и там всплывают все эти вот опять вновь эти значения животных, но они тут используются уж гораздо многообразнее, конечно, и для объяснения каких-то моральных принципов, и для объяснения вот опять же куртуазных отношений. Безусловно, это еще нуждается в дальнейшей проработке, и надеюсь, что появятся какие-то работы по исследованию того, как менялась семантика животных от эпохи к эпохи. Ну, основа, конечно, остается, да, конечно, она остается. Заложена она еще плинием в трактате «Естественная история». Это одна из мощнейших таких линий вообще в европейской культуре. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...